всем привет и вот наконец-то долгожданное видео о том как в домашних условиях собрать крутой лонгборд в этом видео я вам покажу и расскажу как правильно склеить деку какие детали выбрать а какие покупать не стоит а перед тем как начать немного теории раньше я гонял на скейте и поэтому у меня есть некоторый опыт в этой области перед тем как приступать к склейке деки обязательно нужно определиться с тем для каких целей она вам нужна существует большое количество различных форм дек лонгборда для разных стилей катания мои требования были следующие борт должен быть компактной длиной не более 85 сантиметров должен обладать хорошей устойчивостью и маневренностью для быстрого передвижения по городу чтобы максимально уменьшить радиус разворота я сделал на деке тейл говоря понятными словами хвост это выступающая за пределы задней подвески часть деки перенося на нее вес можно разворачиваться прямо на месте вокруг своей оси что дает огромное преимущество в городе следующий немаловажный параметр это колеса для передвижения по городу лучше использовать колеса больших диаметров например 83 миллиметра как моем случае колеса меньшего диаметра я брать не советую так как они хуже поддерживают скорость и плохо проходят неровность ход на больших колесах будет более плавный и мягкий от жесткости колес также зависит комфортность езды лучше всего взять колеса средней жесткости например 85 а или около того будьте внимательны не все колеса комплектуются подшипниками моем случае колеса уже шли с подшипниками довольно неплохого качества с маркировкой класса точности объект 5 если вам хочется что-то выше уровнем то советую присмотреться к керамическим подшипником чуть позже прикуплю себе наборчик из керамики а пока поезжу на этих специально для вас я обладил весь алиэкспресс и отобрал лучшие объявления ссылки на них я оставлю в описании под видео при заказе будьте предельно внимательны некоторых лотах стоимость указана за два колеса кстати колеса со спицами я выбрал неспроста в следующем видео я установлю на этот лонгборд мотор и данные отверстия будут использованы для закрепления шкива следующий необходимый нам элемент это подвески или траки тут все немного проще при их выборе нужно смотреть на их ширину как правило на лонгбордах используются траки шириной 7 дюймов или 180 миллиметров для сравнения по ширине так выглядят траки от обычного скейта следующее что нам понадобится это наждак лучше всего использовать специально самоклеящийся наждак для скейтбордов или лонгбордов он более износостойкий и прослужит в разы дольше обычной наждачки из строймага при выборе также стоит обращать внимание на размер у китайцев можно найти наждак на разный вкус и цвет также нам понадобится мелочи в виде райзеров и болтов с гайками как вы можете видеть даже при самостоятельной сборке лонгборда список необходимых в покупке деталей довольно немаленький и чтобы максимально сэкономить при сборке я пользуюсь вас специальным расширением alitools с его помощью очень удобно отслеживать динамику цен на товар я находил необходимый мне товар на алиэкспресс после чего добавлял его в избранное как только цена на товар падала я тут же совершал покупку приятным фишкам данного расширения можно отнести возможность получения дополнительной информации продавцы в данном окошке можно посмотреть его рейтинг например уровень доверия продавцу соответствие товара описанию время нахождения продавца на алиэкспресс и другое покупая товары для этого проекта во время снижения цен мне удалось неплохо сэкономить для тех кто также не хочет переплачивать ссылку на данное расширение я оставлю в описании под видео там же я ставлю ссылки абсолютно на все необходимые детали для данного проекта и так когда вопрос деталями решен можно приступать к изготовлению деки заходим в интернет и находим интересующую нас форму создаем эскизы на бумаге для этих целей лучше использовать миллиметровку для черчения как я говорил в начале видео я буду делать относительно небольшой борт с тейлом длиной 85 сантиметров за материалом для деки далеко ходить не пришлось донором стала задняя стенка от шкафа сделаны из трехслойной 3 миллиметровой фанеры размечаем фанерные листы так чтобы волокна верхняя и нижняя слоя шпона шли вдоль нашей будущей деки это нужно для большей прочности доски на излом что касается количество фанерных листов склеенных вместе то их число зависит от массы райдера если ваш вес до 65 килограмм то будет достаточно трех листов фанеры при большем весе уже 4 листа обозначаем приблизительные границы деки и наносим осевую линию распиливаем фанеры любым удобным вам способом а теперь немного отойдем от тем и рассмотрим деку обычного скейта приложив ровный предмет можно видеть что дека имеет изогнутую форму данный продольный изгиб называется конкеев и он сделан неспроста это не что иное как ребра жесткости которая сделана с целью упрощения деки замеряем глубину изгиба и подбираем подходящий по толщине предмет обратите внимание изгиб центральной части имеет плоское основание которое сделано для плотного прилегания креплений трака для придания сгиба деки я буду использовать плиту dsp и алюминиевый профиль в качестве подкладки умируем листы так чтобы после склейки самая красивая сторона фанеры смотрела наружу перед началом склейки необходимо подготовить следующие дрель с тонким сверлом саморезы с плоскими шляпками фигурная отвертка клеить я буду клеем момент для дерева в принципе показал он себя неплохо но можно взять что-нибудь и получше также заранее подготовим то чем мы будем размазывать клей и так приступаем к самому ответственному этапу кладем первый лист фанеры совмещали не центра и начинаем от души не жалея поливать все клеем энергично размазываем тут медлить нельзя нанесенный тонким слоем клей начинает стремительно сохнуть поверх кладем следующий лист фанеры и повторяем данную операцию накрываем все последним листом и начинаем незамедлительно сверлить отверстия по периметру и вкручивать саморезы для лучшей склейки максимально придавим все это дело тут на счету был каждый грамм и мне пришлось обратиться к своему брос за помощь оставляем все сохнуть на сутки спустя сутки выкручиваем все саморезы и смотрим что у нас получилось накладываем трафарет совмещая линии центра и переносим контуры на нашу заготовку если у вас так же как и у меня нет опыта работы с электролобзиком то советую для начала на чем-нибудь потренироваться дабы не загубить свое творение на мое удивление у меня получилось довольно ровно выпилить деку наносим разметку под отверстие крепления трака сверлим отверстия диаметром 5 миллиметра рашпилем придаем деке необходимую форму шлифуем всю деку наждачной бумагой для защиты от флаги и лучшего прилипания наждачного покрытия покрываем декулаком когда лак полностью высохнет можно клеить наждак я всегда стараюсь придерживаться правила если делать то делать хорошо и поэтому я просто не мог налепить наш так сплошным куском и решил немного заморочиться ходит легенда что крутой рисунок в наш таке дает плюс 5 к скорости любым металлическим предметом процарапываем грани лезвием канцелярского ножа обрезаем лишнее из обрезков доклеиваем недостающий кусок когда наждак наклеен можно заняться обратной стороной деки шлифуем деку удаляем всю пыль тут я решил сделать простую полосатую раскраску вот так вот так вот так Когда покраска завершена, удаляем малярную ленту. Под конец покрываем декулаком в несколько слоев и даем хорошо высохнуть. Подходящих райзеров у меня не нашлось, я решил сделать самодельные из фанеры и камеры от грузовика. Райзеры служат для равномерного распределения нагрузки от траков к деке и гашения вибраций. Для того, чтобы сделать отверстие в резине, я буду использовать металлические стержень от ручки, он как раз нужного диаметра. Лак на деке высох, можно приступать к сборке. Устанавливаем болты в проделанное ранее отверстие. На них насаживаем самодельные райзеры, сначала из резины, затем из фанеры. крепим траки и затягиваем гайки. прикручиваем колеса. Ну вот пожалуй и все, вот такая красота у меня получилась. Весь это чудо 3337 грамм. Лонгборд готов, можно тестить. Ключом на 14 настраиваем подвески под свой вес и можно ехать. Лонгборд идет очень стабильно и уверенно, а за счет больших колес отлично держит скорость и амортизирует мелкие неровности. Что касается конкейва деки, то с ним йога дал на все 100%. Дека получилась в меру жесткая и упругая. При движении по неровностям чувствуется как дека пружинит и съедает все бугры. Лонгборд получился настолько классный, что я советую каждому собрать нечто подобное. Под конец еще раз хочу напомнить, что ссылки на все необходимое вы сможете найти в описании под видео. Ну а если данное видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и в следующем выпуске я вам покажу как сделать электро лонгборд. подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А на этом у меня все, всем удачи и всем добра.